Здравствуйте, уважаемые зрители! Ну что ж, всех с Рождеством Христовым, с праздником, очень светлым и таким очень теплым, домашним и семейным. И, конечно, в этот день я просто не мог не пригласить к нам в гости Вячеслава Закревского, человека, ну, вы помните, не так давно мы были с ним в эфире, это православный доктор, врач-акушер, фитотерапевт, вот, рассказывал нам достаточно подробно и интересно о всех тех трудах, которыми он был занят, но, вы знаете, я вот, так сказать, ну, несколько было причин пригласить его в эфир, ну, прежде всего, потому что вот об этой этажерке, которую вы приносили к нам на эфир, мы так подробно не рассказали. Во-вторых, у них дома был испечен свежий хлеб, вот, свой домашний, о котором мы так подробно хорошо рассказывали, вот, он у нас на столе, но самое главное, он еще пришел в третьих, не с пустыми руками, буквально в канун Рождества, у вас пополнение семейства. Я вот хотел бы, да, хотел бы вас поздравить, вот, с новой дотей, вот, с тем, что ваша семья растет, молодцы, вот, так держать, как называется, вот, ну, что ж, рождественский праздник, вот, все, конечно, каждая семья, вот, у каждой семьи есть свои традиции, вот, каждый по-своему готовится к этому. Рождественский праздник, я накануне провел там целый день тоже вот макро стирал, там орехи резал, жена у плиты, так сказать, провела тоже пару дней, вот. У вас тоже есть свои традиции семейные, да, родители? Да, естественно, конечно. Как вы, Рождество, встречаете обычно? Ну, если все вместе, если папа никуда не ехал в командировку, да, то мы стараемся, конечно, во-первых, сделать порядок накануне, потому что, ну, в такой большой семье, сколько я был в многодетных семьях, порядок, в общем-то, относительное понятие, да, то есть тяжело. Маленькие и большие делают, маленькие переделывают, это все следом за ними, и получается, что, в общем-то, на выходе проблема. Ну, во-вторых, у нас есть свои излюбленные блюда, все детки знают, что у нас, они у нас постятся все, то есть прошел такой не очень тяжелый пост, но достаточно, скажем так, средний по уровню, так как можно было кушать рыбу, вкушать, вот, поэтому пост, в общем-то, достаточно легко прошел, но они знают, что по окончании каждого поста папа всегда в первый день должен им на стол выложить колбасу, вот. Вот, и обычно мы последнюю неделю перед постом, перед окончанием поста, если мы заранее не запаслись, то уже проходят в поисках натуральной колбасы. Обычно это домашняя колбаса от хороших производителей, тех, которых мы знаем, вот, но для рождественского, для Рождества у нас, в общем-то, есть другая традиция, то есть мы уже на протяжении 15 лет, мы Рождество встречаем или с гусем, или с индейкой, то есть то, что Бог пошлет, вот, или на худой кость с жирной курицей. Ну, для чего это надо? Я, опять-таки, углублюсь немножечко в медицинские аспекты этого процесса. Дело в том, что сам весь пост, то есть человек, который правильно соблюдает пост, то есть он кушает, старается меньше хлеба кушать, если кушает хлеб, то в основном ржаной, вот, или серый, вот, то есть тот хлеб, который больше очищает, чем человека загружает, вот, на ночь стараемся не кушать во время поста. И вообще тарелка, в общем-то, должна быть немножко уменьшена, то есть так, чтобы немножко поддержать себя. В результате желудок уменьшается реально, то есть потребности человека уменьшаются. Вот, и вот в начале мясоеда, сразу после поста, 3-4 дня постоянно присутствует ощущение, что, ну, не хочется кушать, вы знаете. Вот раньше первые годы хотелось... И самое главное, извините, самое главное, через силу не надо себя заставлять, потому что иногда, знаете, вот как шлагбаум открылся, и человек набрасывается там на все вот это с коронной, а это же вредно для организма, вот, резкое, так сказать, такое перенасыщение. Ну, смотрите, вот когда-то вот на эту тему у меня была немножко такая дискуссия в Москве, я был в институте педиатрии, и в одной из лабораторий я там по делу находился, и заговорили, кажется, сейчас Пасха будет, все. Мы поговорили о том, что, вот, так сказать, вот люди постятся, и одна женщина, которая, в общем-то, я так понимаю, что она никогда не постилась, она говорит, да, эти православные обжираются, голодают, а потом обжираются, потом в больницы попадают. Так вот самое интересное, что когда я уже вот в течение последних 10 лет уже регулярно соблюдал посты, невозможно обожраться. То есть стоит, знаете, такое препятствие, вот ты поел немножко, уже тебе больше не хочется. Мало того, что если правильно ты провел пост, то никогда не будет ни отравлений, ничего, ни заворота, ничего. Почему? Потому что все, так сказать, в предыдущее время поста очищается кишечник очень сильно, и когда очищается печень, и когда, допустим, да, жирную эту индейку, или каплуна, как говорили, допустим, в странах прибалтийских, или там в западных странах, там каплун обязательно Рождество Рождественское, то есть у них без этого просто не ели. Для того, чтобы вымести остатки из печени, из желчных путей, из двенадцатиперстной кишки, все, что там еще может накопиться. И действительно, кстати, очень диетическое мясо. Ну, там много не надо, то есть надо немножечко съесть, причем это работает даже на третий-четвертый день уже после начала мясоеда. Так вот, я хочу сказать, что у православных людей, у них это более, скажем так, более комплексно. То есть вначале вкушается вот в сочельник, вот я, допустим, сегодня там кусочек хлеба съел, вообще обычно ничего не ем шестого. Ну, так вот, так скажем, надо было. Вот, а обычно кутя идет, вот вечером, поели вчера кути хорошие, вот, для чего? Для того, чтобы подготовить кишечник. Если там что-то не осталось, то буквально через два-три часа один-два раза сходишь в туалет. А вот, кстати, извините, состав кутей, это же тоже, это не просто традиция какая-то, это тоже какой-то... Ну, смотрите, разваривается крупа, она замачивается вначале до суток, потом разваривается пшеница, обязательно 3-4 часа, ну, она мелится. Некоторые, есть способ приготовить, ее разбивают предварительно перед этим, да, чтобы она быстрее варилась. Затем, вот у меня, допустим, в моей семье часть отварной пшеницы измельчается на мясорубке. Так, у нас много детей, ну, очень хорошее блюдо. И вот это вот измельченные лохмоти, они очень хорошо все это прогоняют. Дальше, мак, наличие мака, мак это хороший спазмолитик, то есть он успокаивает и снимает метеоризмы, которые обязательно появятся. Мак расслабляет желчный пузырь, чтобы не было таких спазм, болезней, да. Дальше, орешки, орехи, которые добавляются, они вызывают желчегонный эффект. Ну, вот желчегонный эффект плюс спазмолитический эффект мака, он позволяет как бы вот так нивелировать эти вот какие-то проблемы, которые могут быть возникли. Затем, у вас... Слушайте, кутю надо в аптеке продавать. Ну, вот я... Ну, правда, к аптекам особое отношение нужно. Да, по поводу кути, как блюдо отдельного, не рождественского, у меня вот было такое наблюдение, лет 10 назад умирал Архимед Дмитрий Почаевский. Так вот, я точно знаю, что вот он просил, когда ему было очень плохо, просил, сделайте мне кутьи. То есть, ему делали кутью, ему было легче. То есть, кутья как раз вот очищала все это. И, кстати, мало того, что она имеет чистящий эффект, она же еще энергетически очень насыщена. Оно же все несет, огромное количество полезных веществ, полезных ферментов. То есть, не надо съедать, извините, там полтора килограмма колбасы, достаточно пару ложек кути, и ты получаешь энергетический запас для организма. Ну, опять-таки, при условии, что человек, в общем-то, уже немножко от колбасы ушел, он уже стал меньше есть. Потому что, ну, я вам скажу, это может быть как-то в следующей передаче, мы поговорим о роли микроциркуляторного русла вообще в нашей жизни. Это очень большая лекция, там я по три, по четыре часа ее читаю. Но реально от состояния микроциркуляции зависит наше насыщение. То есть, есть вот пример такой, если вы, допустим, три дня ели колбасу, да, то потом вам очень тяжело перейти, допустим, на что-то постное, на морковку или на яблоко. Вас все равно будет тянуть некоторое время на колбасу. Кстати, в этом плане, если мы говорим о православных каких-то обрядах, то вот если вы знаете, ну, знаете, естественно, что переход к Великому посту, который у нас будет вскоре, да, через полтора-два месяца, существует через Масленицу. То есть, есть такая мясопустная неделя, когда мясо уже не вкушается. Для чего? Для того, чтобы микроциркуляция получила немножечко отдых, чтобы могли спокойно в первые сутки уже в Великого поста начать нормально после молочного, как бы, ступенька ниже. То есть, допустим, мясо – это высокая ступенька, пост – это низкая ступенька, а посреди находится молочная ступенька. Вы знаете, а я заметил даже еще, что есть такой цикл на протяжении суток, на протяжении дня работы нашего организма, нашего желудка. Потому что, вот, как правило, у нас достаточно легкие завтраки, там какие-то кашечки, там, ну, может быть, яйцо с мяточку, там, чай и так далее. И вот как-то я вдруг чего-то вот на вот эти праздные, так сказать, дни, вот после Нового года решил утром сделать хорошее копченое мясо, решил сделать такие сэндвичи под сыром, вот, пока мы все спали, вот, сделал такой завтрак по стеклу. И вот это копченое мясо утром рано, я потом ходил целый день и его вспоминал. У меня было такое послевкусие неприятное. Я даже подумал, зачем я это сделал. Вот, хороший, хороший. То есть, запуск не произошел. Хорошую тему затронули, я не хотел об этом сегодня, в общем-то, и говорить, но я немножечко скажу. Дело в том, что, если, вот это, обещаясь к родителям, да, если ваши дети утром кушают кашу, макароны, творожок, булочки или что-то, или, не дабы, мясо, то они никогда не будут у вас здоровыми, они будут постоянно болеть. Я объясню, почему. Дело в том, что утром до 10-11 часов переварится вчерашняя пища. То есть, поэтому желудок должен очиститься. Самый идеальный вариант, это утром до 10-11 ничего не есть. У меня дети так вот, они в школу идут, ничего не кушают. Берут с собой там бутерброд какой-то, потому что в школе там нас не кормят, но они берут с собой просто. И в 11, пол-11, в 11 утра они начинают только кушать. И в час, в два у них обед. Только содержательный уже дома. Вечером это идет овощи в основном, или какие-то фрукты, или чаши. То есть, многие бабушки, глядя на вас, кричат, да он вообще детей не любит. Бабушка, как раз любая бабушка, утром пытается в ребенка как можно больше. Ну, видите, они, нет, они не то, что бывают сильно голодные, но у нас есть перекусы. То есть, перекусы фруктовые. Допустим, апельсины, мандарины и яблоки у нас со стола не уходят. То есть, они спокойно через два часа после еды могут подойти, там, порезать себе яблочко и скушать его спокойно. Ну, это, кстати, культура в Европе тоже. Сколько было в европейских семьях, в Германии, в Италии, у них постоянно на столах стоят фрукты. Причем, даже не обязательно на кухне. Где-то в зале там стоит обязательно блюдо с фруктами. Единственное, что я вам тоже скажу, ни в коем случае нельзя, вот есть такое у нас тоже. У нас, в общем, в нашем питании очень много неправильностей. Ну, вот одна из неправильностей, это кушать яблоки после еды. То есть, если, допустим, ну, не до бог, где-то мне всунули яблоко, или там, ну, очень захотелось пить, а пить нет, я съел яблоко, ну, такого почти не бывает. Яблоко, это не десерт, это перекус. Да, я говорю, ну, то есть, если я после еды, допустим, после какой-то каши, или там что-то съел яблоко, у меня все останавливается, просто останавливается. И я это чувствую. Вот, в данном случае, вот сейчас у нас, допустим, мы все кушаем, вернемся немножко к родительскому нашему столу. Желательно, что, во-первых, вот есть такой вот у нас имбирь, да, все прекрасно знают имбирь, такой серо-зеленовато-коричневый порошок, да. Оливковый, скажем так. Оливковый, да. Ну, мне больше нравится сейчас не имбирь, дело в том, что сейчас имбиря настоящий найти очень сложно. Почему? Потому что... А корень же продают уже, в супермаркетах появился. А вот дело в том, что корень это модифицированный имбирь, его выращиваются в Бразилии. В Бразилии никогда имбирь не рос. Опять-таки, так же, как и кофе никогда не рос в Бразилии, так же имбирь никогда не растет в Бразилии. Но там есть дешевая рабочая сила, там есть плантации, кто-то может выращивать. И, к сожалению, очень сильно наполняют удобрениями. Поэтому я рекомендую брать сухой имбирь. Сухой имбирь еще можно. Отличие какое? Более светлый имбирь из настоящего дикого имбиря, первое. Второе, запах, нет гнилостного запаха. То есть из свежего имбиря немножко гнилостный запах, такой необычный. Поэтому я вот сейчас рекомендую пользоваться вот таким порошочком, это куркума, желтый корень. Очень красящий порошок. В чем его, скажем так, преимущество? Имбирь всего это лекарство. Да, его не подделывают. Если имбирь подделывают, там и мел туда сыпят, все что угодно. Вот когда мы года 3-4 назад, кстати, в вашей передаче впервые мы его рекламировали, но привозят просто его сдуло. А вы знаете, я заметил потом во многих офисах у моих приятелей, знакомых, вот кому не прихожу, стало модным пить чай с имбирем. Ну это хорошо, потому что вот как раз сейчас, если мы, допустим, будем пить, у меня бывало такое, что дело в том, что имбирь нас входит в подготовку беременных. И вот уже на протяжении там 10 как минимум лет, женщина рассказывает о том, что вот я пью имбирь, подготовлюсь к родам, и ребенку давало просто, ну понравилось ему с медиком, и ребенок зимой не болел. Вот, поэтому в данном случае я своих детей имбирем не кормлю, не пою постоянно, то есть могу им дать немножко, но у нас есть травяные чаи. Первое, второе, у нас очень много фруктов и овощей, то, что я сказал. И третье, у нас табу на конфеты. Вот сейчас это тоже очень важный момент, потому что конфеты, это практически, то есть если ваш ребенок не может без конфет, то практически это, он обязательно будет болеть. Поэтому в дом у нас конфет нет. Сейчас вот нам в церкви дают конфеты, допустим, то есть как мы делаем? То есть я говорю, ешьте сколько хотите. Они съедают, ну сколько может ребенок съесть? А если он там особо не естся конфеты? Ну съест на 3-5-7 штук. Потом мы берем торжественно все эти пакеты и начинаем сжигать их в печке. Благо печка у нас работает зимой. Ну, конечно, цвета такие, что эти говорят, неужели такие бывают цвета? Там зеленый, такой какой-то, знаете, оливковый. Я вам скажу, тут даже вот мы в детстве тоже, в общем-то, конфеты ели. Сравнить вкус сегодняшних конфет и тех конфет, которые мы ели в детстве, даже тот же лимонад, буратино и так далее, это отдельная тема. Итак, куркума. Вот это куркума. Что хотел бы обратить внимание на что? То, что это прекрасным противораковым средством. Уже американцы рассказали, европейцы об этом рассказали. То есть, поэтому желательно, особенно тем, кто любит сладкое, кто любит много мучного, куркуму ввести в свой рацион. Каким образом? То есть, на кончике ножа, да, она очень терпкая. На кончике ножа можно ее вместе с корицей, и корицу на кончике ножа, на стакан водички, кипятить 5-7-10 минут. Сейчас, кстати, я не помню, чтобы в моем детстве, я не помню, что в магазинах продавали корицу еще в палочках. А сейчас уже появилась. Да, она есть. Почему? Потому что молотая, конечно, она хуже сохраняет свои качества. По поводу корицы очень много могут рассказать немцы. У немцев без корицы практически ни один торт, пирог не обходится. И это очень важно. Почему? Потому что корица уменьшает вредное действие теста. Они это знали, поэтому, в общем-то, они так, видимо, и добавляют. А вот, а что касается еще по поводу вредного... А куркуму, давайте вернемся к куркуме. Вот вы говорите, на кончике ножа. Куда? В первое блюдо, во второе? Это лучше всего как чай использовать. И пить понемножечку. Куркума забирает в воду. Дело в том, что углеводы, те, которые мы в себя впихиваем, и мучное, он очень сильно задерживает в организме воду, дает отеки. И вот, когда мы употребляем куркуму, она связывает эту воду и выводит ее. То есть, очень хорошо. Очень хороша куркума с имбирем. Если у вас есть хороший имбирь, на кончике ножа куркумы, на кончике ножа имбиря, все это вместе, и буквально чуть-чуть корицы. Даже не на кончике, но чуть-чуть. И это куда? В чай, в кофе или просто в воду? Варить. Но только варить. Корни все варятся. Либо с вечера залить в термосе. Да, да. Но надо проварить обязательно. Вот по поводу того... А туда еще пару ягод шиповника. Да, шиповника. Барбарисы можно добавить, да. Да, можно барбарисы. Вот по поводу того, что вот у нас есть кари, да, вы говорили по поводу того, чтобы добавлять куркуму. Вот сюда в кари, кари разные бывают. Бывают сильные, средние, слабые. Ну, средний кари можно иметь в доме, там разные бывают дозировочки. Прекрасно подходит к первым блюдам, ко вторым блюдам. То есть можно это использовать для того, чтобы и каким-то образом поддерживать свой организм в этом состоянии. Какой смысл вообще специи? У нас очень часто про специи говорят как? Нет, специи — это удовольствие. Специи ни в коем случае нельзя использовать, потому что они приводят, так сказать, к привыканию и прочее. Там еще от врачей часто мы слышим и от наших бабушек о том, что сорвут желудочек, сорвут поджелудочную. Так вот, специи как раз способствуют улучшению работы поджелудочной. А по поводу сорвать, то если ребенок очень много кушал мучного, сладкого и молочного, молочного имеется в виду там створожки, там кипяченое молоко много кушал, то у него в желчном пузыре и в поджелудочной откладывается очень много слизи густой. Густой желчи, густой слизи поджелудочной. И вот эта специя начинает это все оттуда выбрасывать. И такого ребенка 3-4 дня будет понос. Так это не говорит о том, что ему сорвали, говорит о том, что просто ощущается поджелудочная и желудок, и двинцеперстная кишка. Тут, наверное, существует несколько параллельных линий. Специи — это одна линия, травы, приправы разные. Это вторая линия, которая параллельна, одно дополняет другое. Ну и третья — необъедение. Да. То есть не объедаться. Четвертая линия — это то, о чем я не говорил. И можно взять, кстати, можно взять в качестве примера культуру вообще, так сказать, стола из-за столя Кавказа. Специи очень много. Специи очень много. И самое главное — очень много зелени и трав. И вот смотрите, у них есть лаваш, да? Я, в общем-то, против лаваша. Почему? Потому что мы его неправильно кушаем. То есть лаваш — это бездрожевое, так сказать, изделие, бездрожевое изделие. Но он кушается со специями, с травами. А у нас как? Разломал, напихал, оно все стало в желудке, все. А чем пропихнуть, не знаем. Да просто, не знаю, в Грузии, в Аджаре, посмотреть на стол. Большую часть поверхности стола, извините, ну, когда застолье, занимает зелень. Конечно. Ну, еще то, чего у нас тут нет, это сухое вино прекрасное. Это кинзмараули и прочее, прочее. У Кузани, у Гурджани, у Ахаши, и Моя. В любой кухне любого народа есть ляд и противоядие. Ну, яд нельзя говорить. Ну, скажем так, яд по определению медицины и противоядие. Вот, к примеру, допустим, вот возьмем Молдава. У них есть брынза, но есть сухое вино. То есть брынза обязательно должна упорядиться сухим вином. У нас, допустим, вот мы, там, русские, украинцы, украинцы тоже есть, там, сало с чесноком. Понимаете, да? То есть надо просто покапаться в своих корнях. У россиян, там, хрен. Вот у них такое блюдо, хреновина. Вот очень интересное, да. Или те же щи. То есть щи это кислота, которая, опять-таки, нормализует, улучшает, и она, вот, допустим, завтра захочется поесть щей. А мне вот теща рассказывала, что, ну, нет, там родичи в Грузии просто проживали. Не знаю, правда это или нет, что они вот, просто специфика их жизни, они вот, ну, в основном горной местности. Там вот те воды, которые они пьют, да, там, так сказать, много очень потрясающих источников и так далее. Ну, вроде бы недостаток каких-то минералов, вот в этих водах, там, солей, минералов и так далее. И они восполняют вот это травами и специями и так далее. Дело в том, что раньше, раньше любое поселение людей, оно было по произволению свыше. То есть, раньше селились там, где была хорошая вода. И это все обрастало. То есть, реально, вот, если мы, допустим, даже Бабеля почитаем, то Одесса, это был мертвый город. То есть, Одесса была решением Екатерины, основан здесь город. То есть, никогда на территории Одессы не селились. Потому что, вот, даже тот же... Воды не было, деревьев не было, тут была степь голая, глиноземная. Возьмите, ну, ты Бабеля возьмите, у него в одном из произведений, его описать сухой лиман. Сухой лиман, как сухая вода. Почему? Потому что там очень много кальция. Очень много. Есть там родничок, те, кто знают в институте Таирова, есть родник, там за 200 кальция зашкаливает. Вы понимаете, его пьешь, как будто вот скорлупу какую-то или мел, разведенной в воде глотаешь. И поэтому никогда не жили здесь на территории. Только кочевые племена были, но не останавливались. Реально Одесса, она очень, не совсем пригодна для жизни. Вот, ну, живем, живем. А интересно, но зато можно поспорить. Вот многие эзотерики говорят, что Одесса – это благословенное место. Она находится там на пересечении каких-то силовых линий, каких-то там. В этом месте надо еще уметь и жить, понимаете. То есть впервые вот в нашем фонтане, 411 батарея, там находится мужской монастырь. Это же была одна из станций фонтана большого, да. И вот там, в общем-то, все плясало от воды. Был большой фонтан, был средний фонтан, был малый фонтан. Это станции, под которыми доставляли воду. Сколько я знаю из истории Одессы. Вот, поэтому вот. А завозили воду с Грозвоначальницкой сюда, вот на Стартопортофранковскую. Еще туда приходили. Ой, ну это отдельная история. Ну это отдельная история. Мы с вами так увлеклись. Давайте вернемся к нашему празднику. Все-таки сегодня многие ходят в гости друг к другу, кумовья, крестники, встречаются. Прекрасный, очень светлый праздник. И, конечно, на Рождество самое главное – это хорошенько поколедовать. Вот, но благодаря тому, что у вас достаточно большое семейство, вам не надо собирать соседей, там, приятелей, друзей. Вам достаточно иметь свою семью, вот, чтобы ходить с клятками. Знаю, что у вас такая традиция есть. Есть такая традиция. А давайте мы вот посмотрим в вашем исполнении одну из кляточек, ну и потом продолжим говорить о Рождественских праздниках. ПЕСНЯ 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 Вот такое славное семейство. Вы понимаете, что эта запись была сделана год назад на предыдущее Рождество? Потому что если бы эту запись мы делали вот в канун этого Рождества, то супруга Вячеслава была бы уже с грудничком на руках и, может быть, в это время еще и продолжала бы его кормить. Ну, она уже завтра собирается идти калядовать. Да вы что? Ну, как-то вот так, ближайшие зарубежья, можно будет поехать и покалядовать, конечно. Пару дней прошло от родов и она уже... Ну, она уже через два часа поднялась, уже там все двигалась. Дело в том, что у нас подготовка, может быть, когда-то передачу целой посвятим подготовке к родам. Потому что, реально, женщины, которые правильно готовятся, они через два часа встают и спокойно могут себя уже обслужить. Ну, я был удивлен, я вот перед этим звонил, просто снег пошел, думаю, вот как, так сказать, перед эфиром. Звонил вам, вот два дня назад вы сказали, что вот, жена родила, я уже решил, так сказать, не мрачить голову. Тут звоню, она берет трубку, такой бодрячок, вот. Ну, ну, все уже, уже, все там уже, руководить детьми, чтобы они порядок делали, все. То есть, дома уже кипит работа. И вот, это жененными руками, да? Да, это вот сейчас уже все, уже Рождество прошло, и поэтому уже можно кушать белый хлеб, обычно пшеничный. Обычно мы кушаем хлеб ржаной или ржаной пополам с пшеничным, вот. А уже после, на праздники, праздничный хлеб печется из муки первого сорта. Там немножко больше отрубивенных частиц в нем входит. Достаточно вкусный хлеб. Ну, вот, понятно, что хлеб не кушается в празднике очень много. Потом кушает мясо, колбасы, там, сметану. Вот. Ну, хлеб достаточно приятный и вкусный, и поэтому можно будет... Да, я вам скажу откровенно, я вот жду конца эфира, я себя сдерживаю. Он так пахнет ароматно, ну, как-то надо соблюдать приличие. Пока в эфире есть не буду, но обязательно кусочек отломлю. Действительно, вот мы коснулись такой темы, то есть надо осознанно понимать, что традиции, это не только какие-то, ну, не знаю, какие-то, так сказать, застывшие раритетные какие-то вот ипостаси, которые просто передаются, так, знаете, вот шорами из поколения в поколение. А это на самом деле, это закрепленная мудрость наших предыдущих поколений, потому что вот мы говорили о куте, мы говорили об этом хлебе, можно говорить о любых вот фазах, стадиях наших, нашей жизни, наших традиций, это все настолько мудро прожито, пережито и оставлено нам, наша задача может быть неосознанно, благодаря вам осознанно, а так, может быть, даже неосознанно, но просто внимательно слушать наших дедушек и бабушек и свято хранить эти традиции. Мне кажется, вот это, это самое важное. Не знаю, такая достаточно интимная вещь, но не могу не поделиться. Моя теща, Царствие Небесное, она прожила строго соблюдая все посты. Она, ну, мне даже иногда стыдно было, потому насколько она высоркленная была, в общем, ну, это отдельная тема. И уже в очень глубоком-глубоком, так сказать, возрасте у нее возникла такая неприятная вещь, спайка в кишечнике. На фоне, ну, удаляли когда-то желчный. Обычно где-то на пятый-седьмой год после удаления желчного. Обязательно, как правило, возникает спайки. У нее лет через пятнадцать они возникли. После операции вышли хирурги совершенно обалдевшие. Они говорят, слушайте, у вашей тещи желудок, как у молоденькой девушки. Вот после этого я понял, что значит прожить, так сказать, осмысленно. И самое главное, вот свято храня вот эти вот традиции, вот это все то, что нам просто, нам это дадено, нам это подарено. Я дополняю ваши слова, скажу, что мне как врачу приходилось, православному врачу, меня иногда вызывали, когда плохо становилось там архимандритом или священником, монахом. И вот уже в больницах когда они были. И просто как люди просили, родственники просили хоть быть какой-то такой, знаете, как адвокатом, что ли, вот немножко. И вот таково было удивление врачей, когда делали УЗИ такому 75-летнему старцу, допустим, у него там инсульт ставили, делали мы УЗИ внутренних органов, а у него внутренний орган 25-летнего человека. Это неоднократно было. То есть человек, который постится, у него регулярно обновляются все клетки, регулярно очищаются внутренние, так сказать, протоки, кровь и сосуды, все очищается регулярно. Поэтому, ну вот я начал... В чем это привязано не только, ну, условно говоря, каким-то вот праздником, каким-то вехом определенным. Это постоянный образ жизни. Это связано еще и с сезонами. Это образ жизни. Да, это образ жизни. То есть есть календарь постов, есть календарь каких-то, есть сезоны. И по сезонам то же самое. То есть, допустим, во время Успенского поста нежелательно вкушать сахар, допустим, и мед. Не вкушается, да? То есть стараться обходиться бессладко, а мед кушается уже потом после освящения. То есть до Успенского поста нежелательно, а потом уже после освящения, да, вот кушается. Вот пришел яблочный спас. Яблоки уже можно есть. До спаса нежелательно. Это очень важно. Еще не вызревшие. Там пектина очень много. Ну и с другой стороны, это было связано еще с какими-то традициями такими вот и уже более религиозными. То есть я так понимаю, что у нас тем еще громадью. Да. Вот нам надо будет с вами только, мы наобещали, вот о чем говорить, нам надо выставить вот этот вот график. Хотел бы еще сказать два слова буквально о том, от переедания, да. То есть если человек сейчас переезд, то очень неплохо, напинай просто, я об этом говорил уже, скушать кардамона, несколько орешков. Если, допустим, нет кардамона, то очень хорошо помогает черный перец горошком. Возьмите три-четыре, ну два-три-четыре горошка, просто подержите во рту, разгрызите его и подержите во рту. За резким, так сказать, печеньем наступает такое приятное послевкусие. И проглотите. То есть если, допустим, вам пришлось покушать картошку вечером, да, очень хорошо помогает, опять-таки, три-четыре горошка перца, просто пожевать его и тоже становится легче. Вот, а так, в общем-то, старайтесь не переедать. Ну и сухое вино, очень хорошо во время праздника, если там, если мясо пили, что-то обязательно с сухим вином, как можно кислее. Ну что ж, вот наше время, к сожалению, подошло к концу. Давайте мы еще раз поздравим всех наших телезрителей. С Рождеством Крестового. Вот, в вашем лице я хочу поздравить все, ваше многочисленное семейство. Спасибо. И вашу новорожденную, которую Бог вам послал буквально в канун Рождества. Анастасия. Настя, да, в канун Рождества. Здоровья, успехов, ну и вам, уважаемые телезрители, тоже мы желаем всего самого-самого наилучшего. С праздником вас. Будьте счастливы, любите друг друга. Ваша семья. Христос народился. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова